Мы просто с вами обсуждали связанности вичевиты. Это связанность, которая имеет с наревным многобразием. Вообще говоря, с наревным многобразием связано много интересной геометрии. Это довольно прозбинтая область, имеет большие приложения и всюду встречается. Так что давайте еще немножко пообсуждаем. Как вообще через связанность и все это, видите, и визы, все это обновляется в свое действие линии виновой геометрии. Значит, опять же, у нас наш объект, это вивного многобразием. Вивного многобразием. И мы с ним связываем сначала связанность визы. И по связанности строится ее кривизна. Соответственно, кривизна однозначно определяется метрикой. И получается, кривизна это центр четвертого рамда. Тендер называется центр Риммана. В отличие от кривизной произвольной связанности, он обладает некоторыми дополнительными свойствами, которые я сейчас и буду с вами обсуждать. Значит, вот сейчас некоторые дополнительные свойства или симметрии тендера кривизны Риммана, которые для произвольной связанности никак не выполняются. Чтобы сформулировать это свойство, давайте напомню, что у нас тендер кривизна обычно. Имеет в координатном представлении один индекс наверху, а два индекса внизу. Или по-другому этот тендер раскладывается как костсимметрическая билинерная форма, которая принимает значение в индематизме слоя, в линейных преобразованиях слоя. Кси это пара касательных векторов на плоскости, а это преобразование от слоя. Но давайте сделаем вот что. Давайте из этого тендера изготовим четырелинейную форму, которая получается опусканием этого первого индекса. Возьмем такой G-K-L, это такая еще бутва бывает, K-L-M. Получается опускание языка на координатном языке, а на бескоординатном языке это просто получается четырелинейная форма на касательном пространстве. R от четырех касательных векторов определяется таким образом. Нужно согласно этой формуле, сейчас давайте я правильно подставлю, значит у нас I, первый индекс это будет отвечать за I, это A будет, да? I первый индекс A. Дальше R Последние два индекса отвечают за направления, в которых подставляются пензорковизмы. И значит за оператор, применяемый этот оператор вектор B, и берем стояное произведение A. В частности вот этот R, E, G, K, L, это еще такое, это согласно этому определению, даютая R, D, K, L, D, A. Вот получается четырехлинейная форма и она обладает в различных свойствах, в теоремах. Эта четырехлинейная форма обладает рядом замечательной симметрией, которую я сейчас перечислю. Значит, опять же, я, видите, все, что я рассказываю на двух языках. А вот это это определение? Определение, да. Это определение от Тимурова «насильное» и это еще тоже «насильное». А, ГЦИ, да, это всё. Похватили векторам. Значит, это симметрия тензора Кавилне. Я сейчас на двух языках сформулирую на языке координат и на языке вот этих самых векторов. Давайте, короче, немножко латонично на языке координат. Да. Значит, что такое одно... А, тензор Кавилне. А, тензор Кавилне. Угу. Значит, получается вот что. Во-первых, если мы Кавиль, тензор Кавиль поменяем местами, это соответствует перестановке аргументов. В этом месте это получается, у нас по определению это два форма со значениям Домарсиоза. То есть оно косметично зависит от света, и оно знак не меняется. Но это со знаком минус. Но это не бог и что, это выполняется и для произвольного тензора, для тензора кривидной произвольной связанности. Вот, а дальше, получается дополнительные свойства, которые уже для общих тензоров не бывают. Оказывается, то же самое получается косметичный по первым двум индексам. Вот, можно еще раз заполнить и второй индекс, пары индексов тоже поменять местами. Я знаю, почему я пользуюсь с этими тензорами. А, второй индекс? А в последнем, думаю, это было? Вначале, почему мы его делаем. Это? Да. Потому что определение цены от кривизны, это два формы со значением Домарсиоза. Она от этих двум индексов зависит всегда косметичность. Вы помните, мы же его вычисляли как матрицы из два формы. Да. Два формы – это билинейная косметрическая функция, пары двум индексов. И в разных определениях, там, свойства косметичности, во всех определениях, которые мы там, валентные, перечисляли, они автоматически выполняются. Вот, значит, оказывается, и первые два индекса можно представлять, тоже, получается, по ним косметичные. А вот второй свой, второй же здесь? Нет, оно не, 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 во всей, не обязательно. Ну, то есть, вроде как, первая косметичная матрица, но это не сходило, она… Значит, то, что факт, что она косметичная, происходит из-за того, что во всех примерах, которые мы рассматривали, у нас была связана с левичевитой. Поэтому, других примеров мы не рассматривали. У нас так проходило. А, то есть, на… Матрица не обязана быть косметичной. Кроме того, еще дополнительная симметрия получается из-за того, что можно пары первых индексов и вторых пары индексов уменьшить местами. Это вообще выглядит довольно загадочно и странно, потому что, как мы знаем, важно различать направление дифференцирования и координаты по слоям, а вот эта симметрия как раз их переставляет. Направление дифференцирования и координаты вдоль слоев, они как раз и перемешиваются в этой симметрии. Ну и, кроме того, есть еще дополнительное свойство, которое получается вот таким образом. Нужно взять один индекс из этих четырех зафиксировать, а остальные циклически переставлять по кругу. Получается три числа, которые в сумме дает ноль. Последние свойства, поскольку тут индекс один зафиксированный, да, если вы встречали на этих симметрии, Индекс можно любой зафиксировать, а остальные три переставлять под клубу, и будет тоже равно 0. С учетом того, что у нас первый индекс зафиксированный, можно это последнее свойство умыливать на языке исходного тендера. А теперь давайте я все то же самое сформулирую в бескоординатном виде. Первое свойство говорит, что r от t это равняется минус r от t. r от t. И это понятно. Вот теперь говорим, что это выполняется для произвольного. Вторая симметрия, вот здесь костсимметричность по первому индексу говорит, что r от t это Это костсимметричная матрица оператора. Костсимметричный по отношению, значит, чтобы его, это оператор вообще говоря, но при помощи, при помощи метрики он, мы его отрисляем с билейной формы, получается костсимметричная, соответственно. Ну и так далее. Вот. Ну или давайте более явно. Третье свойство, которое перемешивает направление дифференцирования координатов двоих слоев, но оно никак не сформулирует, кроме того, как в координатах. Что это еще равняется r от a, d, c и это. Только ничего не поделаешь. Вот. А четвертое свойство, это семейство, оно говорит, что тут равенство, поскольку по i это тождество равно 0, для произволенного фиксируем i, то получается уже векторное равенство. r от a, b, c плюс r от b, c, a плюс r от c, a, b равно 0. Это векторное равенство, то есть это 0 не как число, а как касательный вектор. Все координаты его равны 0. Значит, вот эти если a, b, c а d, 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 c, r от да, этот вектор, который здесь написано, вот у него иные координаты. Это значит, здесь написано координаты, вот этот вектор. Вот как видите, довольно много удивительных симметрий. Давайте, доказательство на самом деле несложное, и давайте я его сформулирую. Первое свойство выполняется для любой связности для цензора любой связности по определению. Второе свойство – это вытекает вследствие согласованности связанности ВИЧ-ВИКа с метриквистией. У нас, ну, например, так, что в ортономерном варисе у нас из-за согласованности с метрикви вытекает, что матрица связанности косо-симметрична, ну и, соответственно, когда мы применяем формулу Картана, вот из того, что матрица А косо-симметрична, из этого вытекает, что и матрица тоже косо-симметрична. Ну, или можно это логичным образом проверить в бескоординатном виде, значит, вытекает согласованность с метриками. Третье свойство? Сейчас, а косо-симметрична в видео? А, косо-симметрична? Да. Согласованность с метриками, одно из переформулировок согласованности с метриками, что матрица А косо-симметрична в основном матрице? Бескоординатная? Да. Бескоординатная? Бескоординатная? Где у нас? Ну, вот это вот равенство, да? Ну, я же знаю, что косо-симметрична, но это доказывает, что такое. Не, ну давайте, давайте, ну ладно, давайте напомню определение. Проделение R, то есть такое, это набло Си, набло Эта, минус набло Эта, набло Си, и минус набло от коммутатора Си Эта. А, свойство косо-симметричности метрики, это получается D, Си Эта, свойство косо-симметричности метрики, правильно? Да. Ну, теперь давайте вычислим, вот сюда вот это все, вот это подставим. Подставим этот сюда и посмотрим, что получится. Вот это вот, что из этого, сейчас вот это разница, что это? Ну, давайте, я это не готовил, давайте я сам, самому любопытен, что это получится. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 D McFive DimaTorzok DimaTorzok А отсюда пойдет просто А и со знаком минус пойдет набло это B, но с этим как раз ограничится. Так что я не буду писать второе, а вот это наоборот уберу. Теперь из этого слагаемое получается минус D, и это набло CbA. И еще второе слагаемое, которое набло Cb и набло это A со знаком плюсом. И еще вот эти два коммутатора. Которые в сумме, опять же согласно вот этому равенству, дает еще со знаком плюсом или со знаком минус. Сейчас вы мне подскажете. Производные два коммутатора. Со знаком плюсом или со знаком минус идут. Со знаком минус идут. Скалерное возведение с этого коммутатора. И сейчас эти два слагаемые объединяются вот сюда. Ну опять. Дальше. Что у нас, давайте, что у нас есть. Вот это слагаемое и вот это слагаемое. Дальше. Они вместе дают DxC, 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 DxC. Дальше. 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 И вот это вот. Это со знаком минус. Это со стороны произведения. Какой слагаемость? Что мы делаем? Мы с ковыряными производными вдоль спопки у вас. Вот с этим слагаемыми мы что-нибудь сделали. С этим? Нет, изначально у нас там были слагаемые. Вот с него собрали производную вдоль коммутатора. Да, только коммутант. Но мы что-нибудь с ним сделали. Очень честно пока ничего. И я вот это писал. И вот приписал сюда. Вот. Вот эти два слагаемые объединяются в первое, эти два слагаемые объединяются во второе, а этот и третий я пока ничего с ним не делал. А это ковырянтная производная стала обычным производным? Да. Потому что здесь ковырянтная производная внутри скобки, а ковырянтная производная внутри скобки – это обычное производное направление оскверного произведения. и последний шаг. Да, понятно. по определению кост-килья. Значит, когда я сказал, что из кост-симметричности матрицы, из кост-симметричности матрицы А, возникает кост-симметричность матрицы Р, фактически под этим я подразумеваю вот эту же выкладку, только упрощенную таким образом, что все слагаемые, которые содержат коммутаторы, они равны 0. То есть мы в равномерном балете действуем… А, нет, наоборот. В равномерном балете, наоборот, все скобки – константы. Все скобки – константы, и, соответственно, на самом деле у нас есть слагаемые содержащие скобки, вот такие они равны. В общем, как бы то ни было, вот так жизнь просто устроена, что как только вы начинаете действовать, вы неизбежно приходите к решению, потому что все очень гармонично в этом, или устроено. Так, это мы обсуждали сейчас, вот это второе свойство. И третье свойство, я вам напомню, Р и это АВС, и плюс по физической перестановке еще этих АВС, марта грамм, все это сумма трех программ, равна 0. Это следствие, это вытекает из-за согласованных сметрика, это вытекает из симметричности. вытекает из симметричности. АНВС, минус НАВС, АВС, минус НАВС, минус НАВС, вот так, да, ВС. Опять же, можно немножко упростить вычисления, и считать, что мы действуем в базисе коммутирующих векторных полей, поэтому стеслагами отвечающих за коммутатор можно написать. только это является цензором, и нас интересует его значение в одной точке, то мы эти векторы АВС в данной точке можем продолжить в окрестность до коммутирующих спальни. Ну а можно, если быть занудой, то можно проводить эти выкладки в общем случае, и тоже все получится. Ну вот. Дальше нужно помнить определение симметричности связности. Например, вот это равняется поля ... ... ... ... ... ... ... ... ... Вот, ну и соответственно, когда вы поставите эти 3 слагаемые, все запишите, 3 слагаемых запишите, у вас получится в общей сложности 9 слагаемых, и они точно опять же мутируются, и с учетом этого торжества они дадут мутирующие. Ну или более просто, как я сказал, можно считать, что все поля поплавных мутируют, тогда у нас получается всего лишь 6 слагаемых, и торжества, которые мы будем проверять, это гораздо более простые, когда вот эти мутаторы вам нужно. Получается все очень быстро сократится. Значит, мы проверили костюмметричность по первым двум индексам, костюмметричность по последним двум индексам, и вот эта вот циклическая перестановка из трех индексов в сумме дает 0 и эти три свойства. Осталось последнее свойство, а именно, когда мы в пару индексов первые ставить переставляем вместами. Но они, как оказывается, ничего нового не дают. Последнее свойство, вот это R, H, 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 H. Он является формальным следствием этих свойств. То есть все полилинейные, четырелинейные формы, которые обеспечивают этим свойствам, они автоматически эти свойства тоже выполняют. Вот это. Ну вот. Значит, получается такие симметрии. Вот в линейной алгебре, которую вы проходили, вы обсуждали пространство, скажем, билинейных или квадратичных форм, которые у нас всего, билинейные формы сдается, n квадрат, замену пространства, сдается n квадрат коэффициентной матрицы. А если она симметрична, то получается n-n-n-1. Значит, получается, давайте рассмотрим такую задачу. Очень в стиле линейной алгебры первого курса, только на первом курсе такое в частном случае не рассматривали, но мы сейчас его рассмотрим. Пускай B интеллектное пространство и рассмотрим пространство четырелинейных форм. пространство в четырелинейных форм. На этом пространстве ваят. А в нем рассмотрим это пространство. И вот, соответственно, размер этого пространства, пространство всех четырелинейных форм, тему равняется на четвертой. Вот видите, что пространство, это пространство, образованное формами, обладающими такими симметриями. Это называется пространство цензоров кривизны. То есть четырелинейных форм, обладающие вот этими симметриями. Таких гораздо меньше, и, соответственно, это пространство и его размеров меньше. Его размеры и его размеры давайте я так напишу. Н Размерность пространства центзоров кривизны. Давайте посмотрим, что получается для маленьких центзоров. Ну, если один, то один четвертый будет один, а вот центзоров кривизны таких не бывает, потому что в условиях косой симметрии то единственное самое число не разрешает, не удовлетворяет. вот. Так что здесь никаких центзоров нет. Если размерность на мозгу то двадцать четвертый получается восемь, а вот этих центзоров двадцать четвертый шестнадцать, да, извините, правильно, шестнадцать. Значит, мы знаем, что у центзоров кривизны шестнадцать компонентов, когда мы вот эти заподробильные формулы для поверхности у нас получается шестнадцать коэффициентов этого центзора кривизны. А с учетом симметрии они все определяются всего лишь всего одним числом. Это число есть как раз гауссовая кривизна. То есть с учетом симметрии ничего кроме гауссовой кривизны у нас нет. Гауссовая кривизна этот центзор привизну да, 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 да. То, которое целое сливное место, да. Тривизну связан телевичи методов. Вот. Если три, три в четвертое это вообще очень много, восемьдесят один, а здесь получается оказывается шестимерное пространство. А как это понимать? А? То есть как понимать, как это понимать? Ну я думаю, что это пускай будет вам в виде упражнений. Хотя почему для безумерного всего одно? Ну давайте посмотрим, какие у нас бывают ненулевые индексы. А сколько у нас первые два индекса не могут совпадать, да, с учетом косой асимметрии? Значит он либо один-два, либо два-один. Один-два. И вторые тоже. То есть если первые совпадают, то это ноль. То это ноль, да. Вот я предписываю все возможные ненулевые коэффициенты. Угу. Вот. Ну и дальше мы можем менять их местами и получать противоположные знаки. А, понятно. то есть поэтому все уже все не было. Да. Вот. А все остальные равны нулю. Одномерная пространка. Ну и точно так же здесь. Тоже посмотреть с учетом симметрии. У нас есть четыре индекса. Четыре индекса и из них какие-то пары совпадают. Вот нужно посмотреть разные случаи, когда там два совпадают, а третий, третий, четвертый и другие. Или два совпадают и еще два совпадают. В общем, нужно посмотреть разные варианты и посмотреть сколько чисел с учетом этих техсимметрических станций шесть тонн. Вот. Ну и дальше получается более сложная картина. в частности если это произвольный n то здесь мы знаем n четвертый, а тут некоторое число это многочлен четвертой степени. Многочлен степени четыре от n которая гораздо меньше. Вот. Эту формулу я предлагаю вам для этих трудностей это непонятно. Тендер скверзый довольно сложно устроен, еще если на поверхности или в трехмерном пространстве можно там как-то его обозреть. В общем случае довольно много коэффициентов таких обозреть непонятно. Есть некое упрощение, некое следствие Первый из них называется «тендовичье». Вопрос. Если у нас задан локальный центр, который удовлетворяет темным условиям, он будет центром привлезной Риману для какой-то метрики? Не знаю. Хороший вопрос. Не знаю. Не знаю, где-то вопрос. Вот и кривизные взгляды. Какой взгляд? Здесь есть функция? Можно ее? Можно ли метрику придумать, чтобы она была кривизной метрикой? Я думаю, что да. Ну, вернее так. Это всегда так в случае в точке общего положения. Скажем, если у нас… Это типичная функция? Ну, если, скажем, в некритической точке. А, ну, понятно. В некритической точке функция замены координат приводится просто… То есть функция f от x равняется x. f от x y равняется x. Можно взять в качестве координат приводится. Ну и, соответственно, подобрать такую метрику, чтобы она… Какая-то была некритическая точка… Не сложно, а все функции, для которых… Точки некритические, они все эквиваленты между собой существуют на координат. Так вот, стендовичи получается из центра кривизной сверстки папа риндексов. Такой у нас… И… Ж… К… Э… И… Ж… Э… То есть нужно завернуть папа риндексов. Конечно же, нужно сворачивать по… Скажем, по… По первому, мы будем сворачивать бесполезно, Бесмысленно, потому что у нас получится, с учетом косой симметрии, у нас получится ноль. А с этим или с этим сворачивать, получается у нас тоже самое с точностью до знака. Так что, какие… В зависимости от того, какие пары индексов… По какой пары индексов мы свернем, мы получим либо то же самое, либо точностью до знака, либо ноль. Так что, в принципе, более-менее все равно, какой пары… Ну, есть свобода в определении того, какой пары индексов сворачивать… Ну, это… Привет… Рик… Рича… Рик.. Рик… Рича.. Рик… Рик… И это… Это слона… Пои суммируются, да? Пои… Да. Значит, это нелинейная симметрическая форма. Симметричность вытекает из симметрии тензора кривизны. В более ингредиентном виде... Ну, ладно, не буду говорить. Это просто след. Чтобы правильно написать ответ какого оператора, вообще это получается след оператора. Ну и дальше у нас есть еще скалярная кривизная, которая определяется как... сверка тендера Ричи. Нужно опять же... Чтобы в координациях, чтобы этот тендер свернуть, нужно один поднять, а потом уже просуммируем. То есть мы поднимаем при помощи Мельтики, а потом попали индексу к верхнему индексу и нижнему суммируем. И так, опять же, след там давай с Ричи получается. А, извините, Ричи, это Ричи, да. Тендер сверка Тендер. Давайте так лишим... Ж, Э, тут тоже все, Ж, Э. А где это? Ж, Э, Л. Вверх. Все свернул. Это свернул по всем парам повторяющих синдексов. По G, по I, по L. И повторяет, и повторяет, и G повторяет. Ну, это из-за некоторых упрощений, некоторые более простые следствия, более простые варианты, которые легче изучать. Тензор кривизны содержит слишком много инзаций, в которых можно запутаться. Это немножко попроще. Ну, давайте посмотрим, например, M3n равно 2, у нас получается, что все определяется скалярной кривизной, и вот это вот один число, это и есть скалярная кривизна. Вот. Настолько... А? Они с точностью до двойки. С точностью до множителей. R, это получается R1,2... Ну, давайте... Не буду это сказать. В разномерном варисе, если это получается... Сумма двух влагаемых, 1,2,1,2 и 2,1,2,1. То есть это получается два раза кривизная. Два раза галса кривизная. Два раза R1,2,2. Ну, в разномерном варисе, да, если мы возьмем... Ну, давайте выберем такой барис, выберем такую систему координат, чтобы в начале координат матрица G была единичная. Эдиничная матрица в начале координат, ну, в сексервной точке. Мы это можем сделать. Мы это не можем сделать в целой ответственности, но мы поскольку занимаемся лениной алгеброй, мы это делаем в одной точке. Вот, тогда у нас получается... Значит, что у нас получается? R. Какие у нас янолевые? Первый сворачиваем с третьим, а второй с четвертым. Первый должен равняться третьему, а второй ингкс должен равняться четвертому. Вот, и второй еще. Еще другой вариант, когда первый ингкс равняется третьему, а второй четвертым это 2,1,2,1. Ну, здесь все равно, где их писать, потому что у нас матрица единичная. Тогда иметь в виду, что вот для R это те же самые R, что там. Да. Просто вот там мы их пишем снизу и говорим, что это не то же самое. Когда мы писали ИЖК снизу, Владимир. Если матрица, если вот эта матрица, при помощи которой мы поднимаем и опускаем индекс, единичная, то это просто... Поднять индекс, это просто... Просто поднять индекс, просто... Это разница между поднятием индексом? Это однозначно, по координатности отместляется, и вот это и получается. Значит, а каждый из них равняется Гауссовой кривизне. Вот. Значит, это при... Значит, вот эта единичка, это все фактически... Фактически Гауссовой кривизной кривизной. При А равном 2 от всего тендера остается только вот эта простая часть, сейчас тоже не наблюдается. При А равном 3 у нас 6 чисел, а с другой стороны вот тендер Ричи это симметрическая оберенильная форма в трехмерном пространстве, которое тоже имеет симметричную матрицу 3 на 3, имеет 6 независимых координат. Вот и опять, оказывается, что это аминьи. При Н равном 3 в тендерах кривизны Однозначно определяется В тендерах кривизны 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 А ричи у нас симметричный Симметричный А в чем еще раз симметрия тендера кривизны? Ну, они бальтричны симметрии по... код симметрии по кругу это именно и не считается вот эта код симметрии все эти понятия, конечно же в римной геометрии очень важны и скажем, в общей теории относительности, с которой я близко делал не ранее но, тем не менее, там речь идет о четырехмерном пространстве времени, в котором метрика лоренцевская, у него там один положительный квадрат, три ответственных квадрата ну и дальше все уравнения Эйнштейн выписываются Эйнштейн выписывал все эти уравнения кривизна и там в речи, все они имеют физическую интерпретацию с точки зрения общей теории относительности вот, но в последнее время появилось еще одно очень модное применение всего этого дела, а именно в доказательстве гипоизе Панкалека это было сделано Перельманом значит, я напомню, что там речь шла трехмерной геометрии, что всякое трехмерное многообразие должен было доказать гипоизе Панкалека, что всякое трехмерное односвязанное многообразие ориентируем это сфера вот и доказательства Эйнштейн использовал в принципе идея изначально идея была не его но он сумел довести до конца он сам использует доказательство, что называется поток ВИЧи а именно рассматривается многообразие заданное Медликой значит Медлика у нас Медлика это касательное пространство симметрическая билинейная форма с другой стороны по этой Медлике мы вычисляем связанность Галлсо-Майненна потом связанность Левичеведа потом тендер и потом сворачиваем и получаем тендер Ричи, который тоже симметрическая билинейная форма значит у нас автоматически связанная с этой метрикой еще дополнительная симметрическая билинейная форма это тендер Ричи так вот что нужно сделать нужно рассмотреть такое сравнение нужно смотреть пускай у нас метрика зависит еще меняется со временем нужно рассмотреть такое равнение что производная по времени это есть тендер Ричи правая часть я напомню правая часть она тоже выражается через римную метрику но довольно хитрым образом там это мы докладываем такое рассматривается дифференциальная уравнение это можно сказать это очень сложное нелинейное уравнение в частной производной потому что центр Ричи выражается через метрику частной производной компонент причем там рациональные выражения стоят но если подставить свернуть побрать все вместе как на пометнике сначала вычисляем звезды потом центр Ричи это явные формулы которые умещаются там на полстраницы но тем не менее это дифференциальное уравнение в правой части стоят рациональные функции от J производных компонентов то есть довольно сложное выражение но тем не менее правая часть канонически определяется левой метрикой и соответственно это уравнение имеет варианты смысла если задать такой поток то получается его можно рассматривать как в равнине частных производных или как векторное поле в пространстве всех метрик на нашем гаобразе так вот если рассмотреть такое консенсальное уравнение вот я не помню можно здесь знак поставить минус то с течением времени метрика начинает меняться и она имеет вполне объяснимое асимблогическое поведение в каком-то смысле наше многообразие начинает упрощаться например если мы аналогичный поток запустим на поверхность в случае двумерного пространства то в пределе у нас получается метрика постоянной кривизны соответственно у нас в пределе получим либо сферу с сферической метрикой либо тор с плоской метрикой либо поверхность треога с постоянной кривизной минус единицы похожая ситуация происходит и в трехмерном случае предельное асимдатическое поведение метрики получается предсказуемое и оно приводит к поверхностям с так сказать геметричными на которых большая группа симметрии все возможные поверхности трехмерного многообразия с большой группой симметрии они классифицированы их там получается я же забыл в десятых возможных геометрии аналогичной классификацией для того что у нас есть сферическая плоская геометрия на трехмерном случае аналогично есть классификация всех возможных геометрий в трехмерном случае и вот таким образом наше многообразие сводится к одному из известных случаях которые уже все распрофицированы таким образом это позволяет идентифицировать топологию нашего многообразия посмотрев на его предельное поведение это почти работающий план но есть одна небольшая деталь кажется в процессе этого вырождения наша метрика может очень плохо выразиться настолько плохо что она даже не продолжится не сможет ее нельзя будет ее продолжить после какого-то величины в этот момент у нашего многообразия произойдет некоторая топологическая перестройка и вы знаете первое утверждение которое я сказал что в пределе получается одно из геометрических многообразий оно не верно а верно вот что что наше многообразие распадется в равную сумму двух многообразия на нем так сказать произойдет такая перешейка перешейка затянется и оно распадется в пределе у нас метрика выродится и наше предельное многообразие будет уже с верной суммой двух кусков после этого на на каждом из этих кусков мы в какой-то момент времени предельное когда мы начнем вырождать то предельная метрика на поверхности будет эквивалентно вот метрики на такой связанный на уже определитель не просто она не будет метрикой там значит чтобы получается так что сам поток не продолжается чтобы этот поток продолжить нужно сначала сделать патологическую перестройку определить предельную метрику на этих двух кусках продолжить этот поток независимым образом таким образом у нас получается наш поток ритчи прерывается в какие-то моменты патологическими перестройками как патологические перестройки соответствуют разбиению нашего исходного многообразия в связанную сумму двух кусков и вот после некоторого количества конечного числа таких перестроек уже получается совсем-совсем последнее предельное положение для поведения метрик соответствует таким геометриям которые симметричные трехмерные однородные пространства это так называемая была гипотеза геометризации Тёмстана которая звучит так что значит у нас имеется классификация трехмерной геометрии и имеется соответствующая классификация трехмерных многообразий на которых эти геометрии возможны это такой небольшой конечный список многообразий на которых возможны симметричные геометрические структуры и гипотеза Тёрстона заключалась в том что всякое трехмерное многообразие представляется в виде связанных вот этих кусков элементарных атомов а каждый из этих атомов это одно из геометрических многобразий симметрии какой-то специально какой-то симметичный метод заказательство Перельмана соответственно даже более сильно дает утверждение чем гипотезу чем гипотезу Панкара она дает вот эту самую теорему гипотезы геометризации Тёрстона в случае когда мы доказываем теорему гипотезу Панкара то само наше исходное многообразие оно уже по логическим причинам на нем уже этих перестроек не будет и поэтому предельный мы сразу получим сферическую метрику на метрику на стандартной трёхмерной сфере на стандартной трёхмерной сфере поэтому значит у Филимана было опубликовано две статьи ни в одной статье не было ни слова сказано ни про гипотезу геометризации ни про гипотезу Панкаре он как раз изучал предельные проведения потока речи и одна из них в одном случае он полностью доказал вот эту фактически в гипотезу геометризации Тёрстона он показал как происходят расщепления а во второй статье где у нас исходное многообразие была геометическая сфера он показал что этих перестроек не происходит и получается ещё даже несколько упрощения которое даёт гипотезу Панкаре в том что вести поток речи и по нему пройти то что было значит вот берём исходное многообразие которое есть бумагическая сфера потом применяем поток речи смотрим статическое поведение и в пределе получается не что иное как стандартная метрика на стандартной единичной сфере других вариантов быть не может таким образом идентифицируется исходное многообразие путём идентификации предельного проведения 2 статей ну две небольшие статьи а потом на основе них было написано спиток ниже каждое по 600 страниц ну потому что у него очень много технических деталей не было прописано и несколько групп примерно 4 группы учёных образовывали семинары и обсуждали в течение многих лет детали доказательства чтобы найти ошибку в рассуждении все сводилось к тому что никаких ошибок не нашли а наоборот сумели заполнить все пробелы и написали соответствующие публикации которые много-много хранили это просто большого количества сетей да ну потому что тут видите как тут завязаны эссенциальные геомеры и топология нужно смотреть сделать там оценки посмотреть на то как вырождается эта метрика тут уже какое-то такое очень искусственное владение с всеми всеми этими вещами потому что все таки объекты довольно сложные индексов много много и все эти оценки все эти предельные переходы осуществить не так подходит но в рамках этого подхода нет может быть есть какие-то другие доказательства там любой закон но в рамках этого подхода он как бы заведомо трудоемкий он ну как бы сказать это такая гора и у тебя чайная ложка и ты должен ее всю выкопать понятное дело с уставлением ты ее когда-нибудь выкопаешь но в общем то есть это заведомо предсказуемая победа ждет в конце но дорогой заведомо будет сложной а вы так речи координаты они изучают ну то есть там вот это уравнение они теперь списывали прям я честно говоря ни разу не открывал оригинальные статьи я несколько раз присутствовал на всех этих обзорных версиях но люди которые пытались этот проект скучно пройти они говорили что то как это технически как перелиман владел всеми этими понятиями делал оценки и прочее это действительно довольно умелое искусство то есть нужно в этом долго-долго жить прежде чем начнешь понимать что откуда стоится это какая-то смесь геометрии топологии функционального анализа инициальных управлений и все и все используется по существу на полную катушку а вот смотрите вот эта речи она не в это положительно определенная да? нет как раз на этом то и вся игра идет так местных аналогов что это типа теория морска в обратную сторону потому что в теории морска проходя через какие-то политические точки на первую клетку а тут она наоборот проходя через какие-то да? ну есть аналог да я говорю что из-за этого может быть там нужно минус поставить я уже точно не помню впрочем минус зависит от того то это время да 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 зависит от того например по какой паре ингесу сворачивает по друге паре ингесу сворачивает тоже что это вопрос соглашения вот значит есть еще одна важная тема связанная с реминговразиями а именно геотерические значит вот мы разобрали вот такой вариант гауссово-кривизна 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 и все его производные но в том числе есть еще раз очень важное понятие это геодезические я значит без них совсем не могу обойтись но сегодня я уже как бы время исчерпалось давайте я все-таки скажу пару слов а подробности будет следующим это получается новая тема это геодезические значит кривая называется геодезической если ее по скорости ее варианты постоянные значит у нас есть геообразие с метрикой варианты производные для связанных речевиты вдоль касательного направления кривой от его самой соответственно объекты можно еще вопрос речи это как бы форма на 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 а вот у нее как бы индекс он может быть непостоянный да 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 это уравнение рассматривается это давайте не буду говорить подробности я сейчас общую структуру скажу вам подробности будет в следующий раз это векторное поле на пространстве касательно пространства то есть обыкновенное дифференциальное уравнение обыкновенное уравнение дифференциальное уравнение у которого фазовое пространство это вот касательное распадение к нашему многобральцу в векторное поле то есть обыкновенное дифференциальное уравнение а все же следует что если вы дозадите начальные данные то есть точку на касательном пространстве то из нее однозначно вырастает геодезическое а точка касательное пространство это значит у нас точка многобральца и касательный вектор если мы зададим точку и касательный вектор то он однозначно определяет геодезическое точка и начальное направление однозначно определяет геодезическое из любой точки в любом направлении можно выбрать геодезическое если мы будем этот вектор укорачивать или удлинять то соответственно мы получим то же самое геодезическое то предыдущее пройдем больше или с меньшей скоростью это наше уравнение однородное если мы все наши кривое перематеризуем то это тоже будет с постоянным коэффициентом время с постоянным коэффициентом то это тоже будет геодезическим таким образом нам важно не столько вектор касательность сколько направление каждое направление касательность дает кривую а уже какой скорости мы будем двигаться до этой кривой зависит от величины начальной скорости и получается что эта кривая однозначно определяется исходной метрикой значит получается по метрике геодезическое движение вот такого университального логика да по метрике мы однозначно определяем геодезические то есть они с одной стороны их можно нарисовать и посмотреть явно как они устроены куда они идут как они там впечатляют по нашему многобразию локальное и глобальное поведение и все это морожено наше многобразие если мы применяем дефиматизм то соответственно метрика приходит с метрику а геодезические приходят геодезические в частности если у нас есть два многобразия мы хотим сравнить метрики эквивалентами нет но нужно посмотреть на геодезические и если эти геодезические потоки тревые геодезические устроены по-разному то соответственно на нашем многобразии не заморки значит геодезические играют при этом очень важную роль при изучении топологии ридновых многообразий потому что это то что мы кривизно смотрели а тут более геометрические объекты прям кривые которые могут посмотреть как они себя ведут и по их поведению делают вывод о топологии нашего многообразия например есть такой это так называемое экспоненциальное отображение выберем какую-нибудь точку Х0 и возьмем касательное пространство в этой точке тогда у нас имеется отображение которое точки из этого пространства сопоставляет геодезическую которая эта точка касательная и служит начальными данными и мы можем идти до этой геодезической скажем время 1 кончается в наше многообразие значит вектор переходит в конец геодезической за время 1 за время 1 с начальными данными в то есть начальному для спорта геодезической это изображение уже дает однозначное определение нашей окрестности однозначную параметризацию нашей окрестности но с точностью до линейного преобразования с точностью до линейной замены координат по касательному пространству вектора но еще мы можем там скажем выбрать нормированную систему координат тогда получается точность до ортогонального преобразования касательным вектора ВС отставляется конец геодезической с начальными геодезической она форматризованная но мы можем брать ее значению в момент преравной тени у нас есть сменциальное отображение из алгебры группы и оно не всегда сферактивно а тут оно все равно если там определено в окрестности начала координат а как оно дальше себя ведет значит в окрестности начало координат это дефимофизм а дальше как они будут наматываться это можно еще смотреть и кстати говоря на группе Ли тоже если взять на группе Ли с инвариантной метрикой это геодезические это однотереологические подгруппы и соответственно экспоненциальное отображение оно и есть здесь все действительно все очень близко поэтому не зря оно такое экспоненциальное значит получается что у нас в каждой точке у нас есть фиксированные координаты такие настоящие координаты скалой окрестности однозначные определенные с точностью до спагонального преобразования так называемые нормальные координаты координаты все это приводит ко нормальные координаты координаты в м в ответности точке x на м в ответности вообще говоря это довольно удивительно что на аренном многообразии имеется фиксированная система координат координат с устойчивостью до конечной мерной свободы и соответственно если мы возьмем в этой системе координат выразим метрику коэффициенты ксенов Кристофеля коэффициенты центра Риммана все эти функции будут почти что однозначно в смысле нормальные координаты это определение а это такое а это нормальный координат ну если мы выберем барис и введем координаты в этом верхнем пространстве и соответствуем это ответственность при помощи начала координат при помощи специального соображения мы получаем координат m координат 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 координат